Овощной скачок в нижегородских магазинах. Неожиданный рост показала капуста. Еще неделю назад она стоила от 40 до 50 рублей. Теперь же на рынках просят по 85 за килограмм. В Советском Союзе капуста была 8 копеек. Ну, вспомнили. А как же? Квашный подорожал 200 рублей. Во-первых, год не совсем урожайный был, это раз. А во-вторых, поля-то все заросли у нас. Никто не сажать ничего не хочет. Вот поэтому у нас вот вся капуста в самом из Мариэл сейчас вот такая вот свежая идет. Один регион, а вокруг вот люди ведь не очень сажаются. Вот, я думаю, одна из главных причин. Не было 4 дня в Ашане. До этого, по-моему, она была 40 рублей. Сейчас 70 рублей. 161 рубль 85 копеек. С чем это связано, я не пойму. Как вот ценообразование у нас формируется, для меня это вот тайна. Почему она стала дорожной? Ну, это затрат на поставки. Как сказали на основной продукт, такие, борщевые, как сказали, не будут поднимать, а каждый день поднимают. Свекла была 30, 36, теперь уже 40. Каждый день все новые цены. Перец 419. 150 был и 170, и 200, и 250. А сейчас это что? Разве можно взять перец? Это же все выращивается, я думаю, что не за границей, а у нас. Скорее всего, из-за этого. Я килограмм сахара не могу купить. Только от цены, кто поднимал цену? Производитель или не производитель? Ее же произвели, отдали на реализацию. Это же магазины поднимают. Что, от цены закупки может это зависеть? Мы на оценку не повышали. В данном случае у нас нет песка, перебои с песком, как во всех других сетях. Но это не от нас зависит ситуация. Кстати, в управлении Федеральной антинопольной службы по Нижегородской области, которая занимается контролем ценообразования, нам сообщили, что их ведомство роста цены на овощи не зафиксировало. И, соответственно, никаких проверок и мер сейчас не предпринимается.